Привет, это Спейсман. Мы ведем наш репортаж из Азовского моря, оно грязненькое, но затрудненькое. Впрочем, не об этом сегодня разговор. Я тут прикупил мегафоновский модем. Он, конечно, работает как диалаб и не всегда, но пытаюсь в него поиграть в Вархаммер. Несмотря на то, что я нахожусь в отпуске, продолжаем играть в Вархаммер. Надоел Call of Duty, все надоело, а вот Ваха, к моему удивлению, оказалась очень интересной. Сейчас играем 2 на 2. При этом партнер в этой партии у меня сам Михаил Разумкин. Надеюсь, вам не надо объяснять, кто такой Михаил. А если вы не знаете, то ничего вам уже не поможет в этой жизни. У нас стандартное начало. Я играю за Хаос и Михаил играет за Ильдаров. Я должен взять 2 точки и пойти на центр. И проверяю своими обычными десантниками вот эту точку, этот край. И да, здесь Орк уже практически захватил точку, поэтому я возвращаюсь, потому что мои обычные десантники никак вукопашную против него не выдержат. Потому что это атакующий герой у Орков. Построил 3 дополнительных генератора и уже на центре, на центре никого нет. Можно захватывать точки. Михаил, я смотрю, там как раз по карте тоже пошел вниз. Уже захватил все точки, какие мог у себя около базы. Удивительно, пока никого нет. Ну, Орк я знаю, где второй игрок. Так, вот идет его Отряд. Попал под мой обстрел. И пытается, видимо, оттянуть туда. Да, на своих. Ну, мой Лорд, естественно, тут же идет в Рукопашную. Потому что Рукопашная его главная сила. И пока мои Этики там захватывают точку. Так, а вот это плохо. То, что я правоффлеил, и мои десантники потянулись за Орками отступающими. И вошли в Рукопашку с ихним героем. Это очень неудачно. Несмотря на то, что подтянулись мои Этики. Толку они особо не могут сделать. Несмотря даже на то, что у них прокачано уже стреляние. Ну, вот я потерял героя, тупо короче. И отступаю своими практически убитыми десантниками. Ну, вот пришел второй игрок. Это у нас Тиранит. И Мишане тоже приходится отступать, к сожалению. Останавливал тут же я героя. Несмотря на то, что это стоит денег. Но он слишком крут. Это там какой-нибудь дефенсив или суппорт героя можно оставить лежать на некоторое время. Вот тут сразу скипнулись. Как я обхожу и иду на боковую точку. Здесь всего лишь один герой у Орка. Можно все забрать спокойненько. Центр мы пока отдали. Ну, вот тоже скипнулись по-быстрому. Захватил я точку и уже отбил энергию. Ну, вот ко мне тут же пришли Орки. Вот опять запускаю сбивающие снова гранаты у Эртиков. И все время он, конечно, отлично залазит на моих десантников. Приходится им отступать. И вот у Орков очень обидные. Это чуваки, которые очень быстро догоняют отступающих. Против Орков реально надо отступать раньше, чем против других рас. У них очень большая скорость. Они могут... А когда отступают твои юники, у них уменьшенный демэдж, как я уже говорил, от дальних атак. Но зато увеличенный от ближних. То есть вот эти одновые отряды реально у Орков добегают и добивают всех. Но, как видите, здесь все пока не на моей стороне. Не на нашей, вернее, смешании. Из центра нас выбили. Вот здесь тоже вроде как-то я забрал все. Но тут же Орк пришел и спокойно всех поубивал. Ну, вернее, мои отступили. Главное тут не потерять войска. Тем не менее, у моего Лорда уже прокаченное поле защитное. Как видите, Орк пытается Орк мочить. Толку от этого мало. Но он спокойно рубит этих дурацких маленьких Орков. Ну, вот уже вернулись мои десантники, восстановившиеся. Стоило-то, конечно, прилично денег. Но, тем не менее, успели вообще не быстро они возвратиться. А вот у моего Лорда проблема. Мы тут расходимся. Понятно, что он пытается под своих вывести, а я под своих. Тем не менее, у меня построился второй сквад. Это очень круто. Я надеюсь, у меня будет преимущество. Центры пока до сих пор рожеские, но мы с Мишей вроде висим по краям. Так что все в порядке. Вот Орк сделал чувака с тяжелым пулеметом. Его тут же сбили, но он успел восстановиться. Но, правда, толку этого было мало, потому что мой Лорда ему подошел и опять его сбил. Ну, вот. Супрэшн на моих. От этого тяжелого пулемета. Как видите, они еле подвигаются. Красные берут иконки. Их дэмэдж понижен. Пойдется вступать. Скорее всего, да. Придется всеми отступать. Как видите, партия пока идет совершенно не в нашу сторону. Но, тем не менее, я запустил уже изучение второго тира. Скоро смогу выпускать более крутые виды. Ну вот, пропустили мы, как я рисуплавился. И теперь иду с Мишей в центр. В центре никого. Надо все по-быстрому отнять. Потому что, как я вижу, у Мишани все в порядке. Он отбил свою сторону. Видимо, Тиранидов запустил назад. Да, вот попали они под гранаты. Но тут нас пытаются взять в коробочку. С двух сторон. Но Тираниды уже отступили. И теперь мы можем вдвоем мочить этих несчастных орков. Да, вот подтягиваются Эльдары. Я думаю, орков большие проблемы. Набежали большие. Шмаляет Гвардены вовсю. Мои потихонечку отступают. Недобитые юниты. Тем не менее, Лорд нам вовсю рубит шутобоев. Практически все мои отступили. И тут же, к сожалению, прибегают Тираниды. Быстро они вернулись. Так, Лорд, по-моему, и захватывает точку. И я потихонечку устанавливаю свои войска. Ну вот, я уже построил так называемую лошадь. Блад Крашера. Если вы смотрите мою битву в настольный Вархаммер. Там Костя как раз ими против меня воевал. Вот этот Блад Крашер, который у него заменяли прокси. У меня вот тут такой... То есть, настоящий бегает. По сути, это главный комбо-брейкер против первого кира. Да и вообще, наверное, против всей пехоты. Который не может бороться с тяжевой техникой. Потому что Мат Крашер здесь считается тяжелой техникой. По нему очень маленький демэдж от всей пехоты идет. Он просто всех чертям разрывает. Поэтому еще две клевые отбилки. Он может чарджиться и орать на всех. Как видите, даже убил у орков их героя. Ну и здесь мы опять чуть-чуть скипнулись. Потому что, скорее всего, это уже ГГшечка. Прямо находимся у базы тирамидов. Никого у них здесь практически нет. То есть, считай, победили одну лошадь. Ну, вот такая вот партнерка. Думаю, Вархаммер поиграем еще. Что-то вольно понравилось. Ну, а пока, наверное, по плану пробегу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин